Чувство в кайфе здесь присутствовать, гулять, отдыхать. Как, по-твоему, организовано это мероприятие? Как всегда, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Мы пришли на базар. Сережа, мне надо купить красное платье мини. Я в нем буду очень интересное, развлекательное и красочное. Мне красное платье, не надо. Конечно, не надо, тебе красное не идет. Ты не парься, сегодня здесь еще хип-хоп, рэп, баттл, диджеи. И эти, знаешь, девушки, которые танцуют сверху. Сверху? Ну, это знаешь, когда такие в коротких шортах и такие поп-ай трясут. Сережа, Сережа, где Сережа? Маш, ты мне короткие шорты купить? Еще одни. Ферли,ish, ты мне короткие шпы? На самом деле я хотела спросить и узнать у тебя, вот для тебя личный какой-то топ украинских рэп-исполнителей. Мне нравится Герик, мне всегда нравился, нравится Миша Крупин, наш брат Артик, хоть он сейчас чаще поет и танцует, но он красавчик. Скажи, пожалуйста, а вот как вообще обстоят у нас дела с рэп-культурой на нашем украинском рынке? Она развивается или такое себе? У нас вообще любая культура развивается очень слабо, а кузница кадров у нас очень достойная любых, в том числе и рэп. Поэтому талантливых ребят и тех, кто вообще ребят со вкусом, очень много. Даже вот сегодняшнее мероприятие этому подтверждение. Ты вчера был одним из хэтлайнеров этого фестиваля. Я хотела спросить, ты здесь сегодня и вчера для благотворительности, так как это благотворительное мероприятие, или это для каких-то личных целей, или это все вместе? Да, я исключительно участвую по собственной воле. И я сразу сказал, что для меня это чисто в кайф, ну, по фану здесь присутствовать, гулять, отдыхать, вот, общаться. Ну, магазин мы здесь тоже открыли. Какой магазин, что продаешь? Ну, наши там эти все хип-хоп вещи. Хип-хоп одежда, там, Джордан, коллекция Летро Джордана у нас. Круто. И какой-нибудь такой мастер-класс для зрителей Event Rules, такую вот защиточку четкую. Йо, друзья, в эфире XL Deluxe, там, где других минус, у меня всегда плюс. Спасибо. Оп. XL Deluxe. У нас тут супер популярное место, количество звезд зашкаливает на одном квадратном метре. Мы встретили Кирилла Куницкого. Привет, Кирилл. Привет. Привет. Главный конструктор в бизнес-конструкторе. Скажи, пожалуйста, как тебя сюда занесло? Ты фанат рэпа или фанат благотворительности? Я сюда приехал на машине, запарковался, вот уже здесь. На самом деле, классное мероприятие, отличный формат для того, чтобы провести выходной. Мы здесь с моей женой, любимой. Ну, то есть, больше, в принципе, цель сюда прийти потусить, расслабиться. Расслабить мозг, убрать, убрать все на давление с мозга. Шопинг, благотворительность. А шопинг, у меня у нас как раз, ее бренд Мишки здесь представлен в... Ага, приятное с полезным. Да, приятное с полезным, поэтому... Тут шопинг в обратную сторону. Мы здесь, кто-то тратит деньги, мы здесь зарабатываем и гуляем, тусим, отдыхаем. Как часто посещаешь какие-то развлекательные мероприятия? Ну, мы больше организуем, в том числе, небольшие развлекательные мероприятия, иногда большие. То есть, если ты бывал на наших тоже, иногда мы делаем вечеринки, пати, да, поэтому... Такое тоже у нас бывает, да, это больше для бизнес-публики, но оно тоже дает определенный курафт. Почему ивенты? Какая цель? Цель ивентов, во-первых, ну, скажем так, когда есть у любого бренда, вокруг любого бренда, есть целевая аудитория, ее нужно качать, эту целевую аудиторию. Потому что у людей предается реклама, и если ты не даешь людям какой-то эмоции, какого-то драйва, кайфа, они тебе просто забывают. Поэтому ивент это классный формат, поэтому я всегда говорю любому бренду, у которого есть целевая аудитория, помимо того, что мы должны работать, давать продукты, услуги, мы должны их качать какими-то развлекательными мероприятиями. Круто. Так что, друзья, качайте своих клиентов, куражьте их, и будет вам счастье. Йоу! Куда не придем, Аня вечно кушать хочет. Что за мероприятие без шаурмы? 12 o'clock, и я fucked up, oh, damn, I'm smashed, I got fine woman and fine drinks, and I'm trying to make this shit last. It's Friday, thank God, little homie, it's Friday, let me get it, get it on a Friday. Кто там влечил дождь? Обязали. Если тверкс танцуете, что-нибудь купим у вас. Ну, а если вы что-нибудь купите, то что-нибудь купим у вас. Не, а может, если вы тверкс, танцуете? Нет, тут как бы наоборот. В реальности таких фестивалей, в том числе, действительно, в общем-то, грешкинские бренды расставляют на продажу свой товар, и подают его по очень смешным ценам, но вот такие. Это настоящая сфера, они стоят 150 гривен. Я сейчас возьму, здрасте. Валима, вообще. Привет. Привет. Меня зовут Серг. Катя, очень приятно. Скажи, пожалуйста, почему вы здесь участвуете в этом мероприятии? Мы участвуем на Крэш Басаре, потому что это очень атмосферное место. Здесь самые интересные люди, неординарные. Это именно наша аудитория. У нас какой товар, такие покупатели, и наоборот. Смотри, какие правила участия в этом мероприятии? То есть вы какой-то процент от прибыли отдаёте на благотворительность? Нет, мы покупаем место, билет на участие, и всё? И всё? Стоимость, да, билета идёт частично на благотворительность. Это одна из причин, почему мы участвуем. Сколько стоит билета, участие? Конкретно этот рэп Шмэп Крэш Базар, 2500 мы отдали за участие. Вы первый раз участвуете? Нет, это третий. Мы участвовали на Индии, Крэш Найт Маркет, он длился 4 дня. Лауэр Пауэр, это благотворительный Крэш Базар был, и вот это третий. А насколько успешно участие? Окупается, билетик? Да, полно. Рекомендуешь, рекомендуешь? Да, всем рекомендую. Рекомендовано. Тоже традиция, на каждом фестивале мы встречаем наших друзей и знакомых. Алиса, выпускница Академии Вэтменеджмента. Прекрасная певица, и я знаю уже, что сама делает ивенты. Хотела спросить, как тебе впечатления от фестиваля? Ой, отлично, это на самом деле, иди ко мне, расскажи, пожалуйста. Это на самом деле наша любимая тема, потому что, ну, видно, да, мы... Это мой муж, Игорь Финаш. Муж, я ее муж. Прекрасная певица, Валентин. Расскажи, пожалуйста, какие впечатления у нас от фестиваля? Будем брать втроем у тебя интервью. Да. Мы на фестивале еще особо не побывали, мы тут только 15 минут, но впечатление уже хорошее, потому что играет... Да, спасибо, Сереж. Потому что играет хорошая музыка, пацаны продают крутой став, ну, став в смысле одежду, а не другой став. Хотя, возможно, где-то и став тоже продают. Это же рэп и все такое. Покупайте кроссовки, Джорданы тут продаются белые, очень крутые. Потом, что еще сказать хорошего? Возле сцены уже были? Нет, возле сцены еще не был. Пойду скоро, Леха будет трек читать. Приходите на концерты XL Deluxe. Спасибо большое. А, очень круто еще сегодня для нас бесплатный вход. А, да, вот, кстати, да. Впечатление очень классное с самого начала, потому что мы пришли и узнали, что беременным вход бесплатно, и ребятам, которые выше метр девяносто, вход бесплатно. Я выше метр девяносто с девяти лет, поэтому я ждал этого фестиваля всю жизнь. Двадцать лет я ждал Кураж Базар, чтобы войти в него бесплатно. Спасибо, Кураж. Класс, ягоду метр девяносто и беременной, в самом интересном положении. Кстати, мы вас поздравляем. Спасибо. Да, вход бесплатный. Привет, ребят. Вы группа «Облака», я знаю, давайте вот пять. Или как-то тут по-рэперски поздороваются, вот так? Да, можно и так, можно, просто разно, вот сейчас рэп немножко. Вот, давай, учи, как вот, оп, дальше, а, все, я поняла. Ребят, я видела, вы выступали только что на сцене, подскажите, пожалуйста, я знаю, что этот фестиваль благотворительный. Здесь вы сегодня выступали, ну, то есть, с какой-то определенной целью, бесплатно или платно, ну, то есть, чуть-чуть вот об этом. Сегодня просто выступили в поддержку фестиваля, зарекомендовать немножко себя, показать, поддержать ребят, дать вам интервью. На самом деле, действительно, безвозмездно, потому что очень крутой фестиваль, очень крутые организаторы. На самом деле, очень крутой звук, что сейчас очень редко. Ну, такого, такого практически не бывает, даже на корпоративах, где мы выступаем платно, да? Ой, я хотела как раз узнать, вы выступаете на корпоративах, да? Свадьба, дни рождения, банковские корпоративы, все по прайсу. Круто, действительно круто. Скажите тогда три правила крутого выступления, рэп-выступления на мероприятии корпоративном, на свадьбе, например. Одно правило. Коньяк, самое главное. Одно правило. Делать то, что ты любишь, и то, что действительно твое. Это самое главное правило. А там есть, конечно, подпункты. Это его один основной. Озвучивай подпункты. Коньяк и виски, это два других пункта. Ребят, еще подскажите, вот как, по вашему мнению, развивается рэп-культура именно в Украине? Есть ли движение вперед, или есть какой-то топ-3 исполнителей украинских, ну, рэп-исполнителей для вас? Я считаю, это шаг вперед, два назад в Украине. Ну, на сегодняшний день, к сожалению. Но надеюсь, что в ближайшем времени все как-то изменится к лучшему. А можете устроить сейчас такой короткий мини-баттл какой-то? Ну, не мини-баттл. Мы куплет из... Это как недавно, да? На першему национальному. Нет, давай, раз мы уже это, запускаем потихоньку в релиз ультрафиолета. Мы сейчас этот кусочек. Круги под глазами. Круги на полях. Мы как пух на топ-полях. Разлетаемся на днях. А там ни хрена не слышно. Везти по трассе, ужимаривай. Давай быстрее. Еще наваливай. Колеса без тонировки. Жаркий аквариум. Все. Класс, спасибо большое. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, мы словили величайшего ведущего Сергея Величанского. Привет, Сергей. Привет. Ты как сегодня? Читаешь рэп или шопишься? Нет, больше шоплюсь, а больше, наверное, как хвостик у девушки, которая шопится, а я... Да, ну как обычно, понятно. Как-то вот... Заставили, как и меня. Да, и это называется отдых. Как по-твоему организовано это мероприятие? Как всегда отлично. Отлично? Как по мне очень все комфортно. По 10-бальной шкале. Всегда твердая девяточка. Это потому, что я не... Меня не хватило... Чего не хватает? Меня не хватило дойти везде. А что бы ты еще добавил в это мероприятие? Мне всегда казалось, что кальян долго несут. Вот каждый раз, когда я прихожу, кальян долго несут. А все остальное нормально. Очень комфортно, душевно. Очень хорошие люди. Столько людей уже знакомых сегодня здесь. Я как всегда. Поскольку у нас шоу про правила ивентов, какие основные три правила успешного ивента, по-твоему? Ну, по-моему, во-первых, с точки зрения организации, если большое количество людей, обязательно навигация. Это должно быть четко. Потому что я не люблю... Здесь, по-моему, очень нормально. Ну, я бы сказал так. 8-9 точно. Вот. Потому что я не люблю, когда говорят навигацию... Скажите ведущему. Объявите, туалеты там. Я говорю, представьте себе, я выйду на сцену, как я скажу, туалеты там, справа, от меня, слева от вас. Бред. Лучше навигация. Это всегда. Это для больших ивентов. А второй момент. Очень большое количество разной анимации. Под словом анимация, вот даже вот эти ребята, которые ходят, всех там поливают. Это мило, приятно, комфортно, симпатично, вызывает улыбку. А это вот очередной вау, который может быть. И третье. Я бы сказал, наверное, самое главное, это критерий оценки. И я сейчас скажу, что иногда классное мероприятие может быть классным, и люди довольны, а организатор или заказчик недовольны, потому что они критерии оценки совершенно. Либо завысили, либо совершенно другие ставили цели. Может быть, да? Хорошо, спасибо, Сергей. Спасибо. Да, хорошее, хорошее дело, хорошее видео, я смотрю. Спасибо. Лайк, колокольчик, комментарий. И мы здесь собрались для того, чтобы объединить ваши сладкие hearts forever and ever. Я попрошу вас объединяться этими классными, кульными цепями. Вы такие милые вообще, так, давайте, давайте. Обещаете ли вы обещать... обожать друг друга? Е-е-е, Клайв. Обещаете ли вы создать личный бит вашей пары? Е-е-е, шит. Класс. Обещаете ли вы станцевать хип-хоп в центре Нью-Йорка вместе с крутыми американскими хопперами? Е-е-е, класс. Ну, теперь все то, что вы как бы наобещали друг другу, нужно скрепить отпечатком в нашем супер-классном сертификате. И ставьте отпечаток куда хотите. Класс, класс. Право, да, на мне ивент кафе. Кураж, базар, от упаковыша куром. Я вам, лево, с мужем и женой. Может, я поцеловать друг друга? У-у-у-у! Привет, Нана. Скажи, пожалуйста, какие основные правила успешного ивента для диджея? Во-первых, это подготовленность. Когда ты четко понимаешь, на какое ты идешь мероприятие, нужно оценить разные программы. Потому что, если ты, например, на хип-хоп вечеринку приходишь, то ты не можешь прийти с дип-хаус или джазовой подборочкой, потому что тебя просто не поймут. И максимально, ну, лично с моей стороны я понимаю, что это максимальная отдача. И ты еще совмещаешь свои треки вместе с танцами? Да, и я заметила, что как только начинаю танцевать я, у людей нету выбора, они тоже начинают танцевать. Я заметил в инстаграме, ты часто танцуешь. Где ты вдохновляешься, так много танцевать не устаешь? Я танцую всю жизнь. С двух лет меня мама повела первый раз в танцевальную школу, поэтому у меня вся жизнь это танец. Тебе больше танцы нравятся или диджейство? А, совмещать. Я поняла, что вот, когда я начала совмещать именно диджейство с танцами, я поняла, что это то, к чему я шла. Знаешь, 10 лет проработав на сцене как артист, певица, это одно, но вот когда ты находишь свое, ты получаешь в Венина в миллион раз больше удовольствия. Круто. Может, фирменный тверк для наших зрителей? У меня нету тверка, я могу просто вот так вот сделать. А тем более я пока что с небольшой травмой, но... Ну, тебе это не мешает. Мне ничего не мешает. Круто. Спасибо большое. Супер. Отличное настроение и классных выступлений. Создатель и руководитель гидониста Стас. Почему сегодня здесь именно представлены? Потому что Кураж Базар это место, это люди, это команда, которая очень близка нам по духу. Это ребята, которые делают свое дело не потому, что хотят кучу денег, а потому что они живут тем делом, которое они любят. А вот как часто участвуете в такого рода фестивалях и дают ли они какие-то результаты? Результаты всегда есть. Вот сегодня, например, у нас было уйма людей, которые были в фотозоне. Мы сегодня проводили квиз. Это интеллектуальная викторина с разными вопросами. С нами играли разные люди, получали удовольствие, узнавали что-то новое. И три правила вот хорошего участия в фестивале. Ну, то есть там вы участвуете здесь как партнеры или там как, возможно, те, которые предоставляют свои услуги. Ну, вот три таких правила хорошего участия, качественного. Три правила качественного участия. Это первое. Понимание цели, для чего ты здесь. Понимание аудитории, которая будет на фестивале. И понимание продукта, который ты хочешь им либо предоставить, либо ты хочешь, чтобы они узнали о твоей услуге. Я понимаю. Спасибо. Давай. Ну что, Серега, классно оттянулись. А ты еще идти не хотел. Ладно, ладно. Ты права. Прикольно оттянулись. И хочешь, я тебе даже рэпчик считаю? Давай, он тебе беточек даже есть. Давай. Пошопились и покуражились. Ведь этот базар не так просто, как кажется. Мы с тобой всех порвали, детка. Я твой спутник, а ты моя ракетка. Йоу. Йоу, йоу, йоу. Йоу.